Эпидемия коронавируса привела к росту семейного насилия. За первые три месяца 2020 года зарегистрировано 678 случаев, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 12 семейных конфликтов закончились смертью одного из участников. Психологи говорят, что для многих семейных пар длительное пребывание под одной крышей стало серьезным испытанием. Муж Натальи Плешки из села Пересечна Аргеевского района умер 12 лет назад, но она до сих пор помнит, как он издевался над ней, находясь в пьяном угаре. Когда он напивался, с ним происходило что-то невообразимое. Он ругался, крушил все на своем пути, избивал меня. Женщина терпела мучения из жалости к мужу и укоренившиеся в сознании стереотипом. Мне было стыдно даже думать о разводе, не хотела оставлять детей без отца. Приходилось терпеть. 68-летний Тудор Ницца из того же села признает, что иногда бывал жесток со своей женой. Когда был помоложе, бывало, отвешивал ей оплеуху, если она мне возражала. С возрастом мужчина не стал мудрее и все так же верит в эффективность насилия. Иногда необходимо ставить их на место. Впрочем, таких как он в селе очень мало. Сила ничего не добьешься, только разрушишь семью. Главный аргумент – слово. Во-первых, это некрасиво. Женщину следует любить и уважать. Я касаюсь ее только любя, нежно. Так я проявляю свою любовь в ней. Некоторые психологи объясняют рост семейного насилия вынужденной самоизоляцией людей. Кризис с провоцированной эпидемией коронавируса ухудшил экономическое положение многих семей. Склонные к агрессии начинают срывать злость на своих близких родственниках. Отрицательные эмоции некоторое время копятся, а затем разряжаются в виде агрессии против кого-нибудь. Неуравновешенные люди начинают подавлять и подчинять себе тех, кто слабее. Специалисты отмечают, что официальная статистика – лишь верхушка айсберга. Реальное число случаев семейного насилия значительно больше из-за того, что жертвы боятся заявлять об этом.